Здравствуйте, меня зовут Ксения и я расскажу вам несколько интересных фактов про животных. Первый факт. Жирафы используют свое тело в качестве подушки. Жирафы вообще уникальные животные. Это самое высокое наземное животное. У них огромное сердце массой 12 килограмм, способное перекачивать большие объемы крови. Но, несмотря на свою большую массу, жирафы могут бегать и на короткой дистанции даже способны обогнать скаковую лошадь. К тому же они могут прыгать и способны взять почти двухметровый барьер. Спят они интересно. Во-первых, довольно короткий промежуток времени, от 10 минут до 2 часов. Они могут дремать стоя или медленно укладываться так, чтобы их голова легла на круг. То есть тело служит им подушкой. Второй факт. Слоны, коровы и лошади могут спать стоя. У них особое строение коленного сустава. Он как будто бы запирается и дает животному возможность полноценно расслабиться, оставаясь на ногах. Этот механизм заложен природой. Также животное, даже в состоянии сна, готово к побегу, если появится какая-то угроза. Но если корова, например, чувствует себя в безопасности, она с радостью приляжет, потому что так получит возможность отдохнуть еще лучше. Среди птиц своим уникальным сном отличаются фламинго. Они спят не просто на ногах, но на одной ноге. Третий факт. Лисицы были одомашнены. В 1959 году Новосибирский институт цитологии и генетики начал долгосрочный эксперимент по одомашниванию лисиц. И в данное время этих лисиц уже можно купить для домашнего содержания. Они отличаются особым окрасом, очень красивым пушистым хвостиком, голубыми глазами. А характер у них это что-то среднее между собачьим и кошачьим. Они игривы, как собаки, но проявляют независимость, как кошки. И хоть домашние лисицы вобрали в себя все лучшее от предыдущих поколений, все-таки нужно быть внимательными к их характеру, потому что лисицы склонны к ночному образу жизни, любят шалить, хулиганить, копать и грызть. Четвертое. Куала может не распознать лист эвкалипта, если он сорван с дерева. Куалы очень милые животные, похожие на медвежат. У них большая голова, а вот мозг один из самых маленьких среди млекопитающих. Питаются коалы листьями эвкалипта. Интересно то, что эти листья ядовиты для большинства животных, но коалы умеют выбирать листья с самым низким содержанием яда. Влагу им пить не нужно, так как ее они получают также из листьев эвкалипта. Диета их очень низкокалорийная, поэтому животным приходится большую часть дня проводить во сне. Интересно то, что коалы хорошо разбираются в эвкалипте только когда он растет на дереве. А вот если листик сорвать и положить рядом с коалой, даже будучи очень голодной, она, скорее всего, его просто не узнает. Пятый факт. У кошки на холке есть обездвиживающая кнопка. Вы наверняка замечали, как кошка мама переносит котят, держа их за холку, а котята в это время не шалят. Дело в том, что на шее у кошки очень много нервных окончаний, и если воздействовать на них, то животное временно будет обездвижено. Этот механизм заложен природой за тем, чтобы котята не мешали маме перенести их в случае опасности. Шестой факт. Картина одного талантливого шимпанзе была продана за 26 тысяч долларов. Люди уже довольно давно проводят эксперименты по приобщению животных к изобразительным искусствам. Среди животных, прославившихся как художники, есть и слоны, и дельфины, и лошадь, и собака, и черепаха. А один из самых знаменитых художников мира животных — это шимпанзе по имени Конго. Его талант разглядел британский изоолог Десмонд Моррис. Он предложил шимпанзе лист бумаги и карандаш, и вскоре выяснилось, что у обезьяны настоящий талант. Он рисовал очень аккуратно, не выходил за пределы листа, умел изобразить круг и даже знал основы композиции. За свою жизнь Конго создал более 400 картин и рисунков. В Лондонском институте современных искусств даже прошла выставка картины шимпанзе, где представлены были как работы Конго, так и других обезьян. А одна из картин этого художника была продана на очень крупном аукционе за 26 тысяч долларов, причем одновременно продавались произведения таких признанных мастеров, как Ренуар и Уорхол. Седьмой факт. Морская свинка мало чем связана и со свиньями, и с морем. У многих в домах живут морские свинки, но мы редко задумываемся, почему у них такое странное название. Мнения здесь расходятся. Есть предположение, что свинкой животное стало потому, что, во-первых, форма его тела напоминает форму тела свиньи, во-вторых, обитает животное в маленьком загончике, в замкнутом пространстве, так же, как и свинья. Но самое главное, его писк напоминает хрюканье свиньи. А вот морской свинка стала, скорее всего, потому, что попадала она к нам в страну морем. Раньше ее называли заморской, а потом название немножко упростилось, и животное стало морской свинкой. Кстати, их не стоит путать с морскими свиньями. Так называют морских животных из подотряда зубатых китов.